Развитие рынка товаров и услуг, инстаграмов, фейсбуков, всего остального, несомненно, вызывает невротизм. То есть, неудовлетворенность жизнью в целом у человека сейчас космически растет с каждым днем. Каково решение? Ну, самое логичное, не пользоваться фейсбуковым и инстаграмом. Я думаю, что здесь очень важный момент, почему развитие именно этих социальных сетей приводит вообще к невротическим состояниям. Потому что мы начали очень много сравнивать. Ну, неудовлетворенной жизнью, по крайней мере. Ну, своей, потому что мы начинаем сравнивать. Вот у Васи Петя, вот он путешествует вот таки туда и туда и вечно улыбается, и вокруг него это все так классно, здорово и замечательно. Розовые пони и радуга, а я сижу тут на работе, а я хочу летать. Кто-то... И чем больше у меня друзей, тем больше вижу вот этих, типа, ну, вот этих highlights, моментов. Там, кто что купил, у кого какие моменты, все вот эти happy moments. Мы же в Фейсбуке не выкладываем, ну, я развелся, как я плачу, типа, да, или там такие плохие моменты, да. Потому что мы смотрим только счастливые моменты и мы. А человек не может быть все время константно счастливым, да. Поэтому возникает такой диссонанс в свою сторону, что я живу хуже, чем другие. Ну, то есть, во-первых, это иллюзия суперблагополучной жизни, которую, то есть, человек в своей инстаграм-ленте демонстрирует. А во-вторых, все-таки реально, если когда этого всего не было, ты не страдал от того, что у кого-то там в Дубае есть, не знаю, какая-то машина. Золотой Мерседес. Но ты не знал, что он есть. Да, ты не знал и ты не страдал. А сейчас ты знаешь, и оно само возникает. Что делать? Это есть в твоей жизни. Да, но это и причем неизбежно, то есть, не пользоваться, не смотреть, ну, невозможно. Реклама изо всех щелей, как бы ты не можешь просто тупо быть как-то социально интегрирован вообще сейчас в обществе. Или выключен. Но, с другой стороны, да, можно сейчас популярное движение вообще техно-детокс. С одной стороны, если ты остаешься в этом пространстве, то хотелось бы отметить, что вообще со времен общества, оно очень сильно идет к экокультуре. Экокультуре, оно уходит от общества потребления, яркости всего и сразу, да, а к многоразовости вещей, более бережному отношению к себе, к окружающей природе. И в договорименной перспективе это должно этот консюмеризм или потребительство уменьшить. Кроме того, это такая идея. Во-вторых, есть такая вещь, которую тяжело сравнивать, да, это мои эмоции и жизненный опыт. Вещи мы можем сравнивать. У кого какой телефон, у кого какая машина и так далее. А какой у тебя опыт от пользования телефоном, какие у тебя ощущения от пользования этой машины, нет. Поэтому есть такой старый-старый совет, вкладывайте свое образование и в свои ощущения, в свой жизненный опыт. Во-первых, его тяжело сравнивать с чужим. Во-вторых, поэтому, соответственно, меньше неудовлетворенности, как следствие. А во-вторых, момент, ты заполняешь свою, ты делаешь свою жизнь более полной, да. Она более яркая, тебе есть что вспомнить, да. Условно говоря, о чем люди жалеют, когда, так сказать, на смертном андре, да. В том числе за несовершенные поступки и где-то на каком-то там до десятого места будущих путешествий. Поэтому путешествовать, смотреть, изучать мир и сравнивать себя с самим собой. Как бы это ни звучало, про это много кто говорит, но можно начать пользоваться. То есть наполнять свою жизнь красками, чтобы тебе было, грубо говоря, не до сравнений с другими. Да, потому что кто, ну тоже такой грубый пример, кто оговаривает других людей, сплетничает у других людей, да. Тот, у кого не совсем полная собственная жизнь. Человек, который живет полной жизнью, ему нет времени на это. Поэтому делайте свою жизнь более полной, поэтому придется себя сравнивать с другими людьми. Ну, если человек все-таки приходит к тебе, ну, не знаю, запросом, острой неудовлетворенностью тем, что вот, ну, я не знаю. Ну, ТСВ диски не такие последнего сезона, да? Да, да, даже не близко. Да, вот жить не может без этих дисков, типа там, да? Вот что ему делать? Не все, про что для него это значит. Здесь тоже такой конструкт, не то, что тебе сессия, иди заработай денег на диски для последней модели, на последний айфон, да. Есть скорее вопрос, почему ты считаешь, что это позволит тебе чувствовать себя лучше? Потому что на самом деле, насколько мы замечаем, на самом деле приобретение вещей не делает человека более счастливым. Оно делает элемент радости, он очень мимолетен. Ну, вот вы получили там и так далее. Даже сам процесс ожидания подарка для детей, он более полноценный, да, более-более насыщенный, да, эмоциональный, чем сам факт получения, как бы вот это радостное наслаждение. Потому что нам хочется чего-то другого, мы постоянно ищем вот этот вот оппонент. И если рассмотреть, почему он к этому пришел, как он вообще себя компенсировал, мы все равно вернемся к детству. И к тому, что можно сделать так, чтобы какие-то вот те ситуации или травмы, если так тоже так сказать, которые его привели к тому, что он выбрал себе такой компенсаторный метод, чтобы чувствовать себя лучше, можно ли чем-то заменить, залечить и сделать лучше без дисков.